итак приветствую вас дорогие интернет-зрители с вами скудер канал ни слова об играх и сегодня у нас обучающее видео обучаться будем тому как правильно скачивать настраивать ну и соответственно играть на эмуляторе так station эмулятор вам этот знаком на моем канале мы с вами через этот именно эмулятор проходим gran turismo 2 плюс с классной графикой как я называю это next геновая графика до давно я собирался записать это видео и такие вот сегодня до него добрался так что начнем начнем обучение ну для начала нам нужен компьютер да как вы понимаете включить его там установить винду проги и прочее ну это я шучу конечно хотя нет она все это нужно но это уж сами как-нибудь сделайте в общем смотрите открываем браузер и нам нужно скачать для начала этот самый duck station вот выбираем пишем в поисковике скачать duck station версии 2 но это самая свежая новая версия чем куча здесь ссылок вылазит я вам рекомендую качать именно вот по этой duck station вот на софт тоники там немножко долго приходится ковыряться до того как непосредственно скачка начнется вот нажимаем несколько пройдет загрузок но того стоит здесь он наиболее хорош так и вот он нам предлагает уже сохранить ну сами себе сохраняете куда угодно естественно я сохраняю как мне этого хочется скачивается он очень быстро так это у нас значит скачался сам эмулятор теперь давайте зайдем в ту директорию куда он скачался так где у меня закачки игрухи качается он естественно в заархивированном виде так что я его не вижу duck station duck station а я же в ps1 закинул так где он у нас где он у нас вот duck station версии 2 правой кнопкой жмем значит нет не открыть с помощью а извлечь но не в текущую папку а вот именно чтобы он сам создал папочку с этим названием duck station версии 2 разархивируем извлекаем так вот папка появилась duck station версии 2 так и значит открываем вот этот вот посередине файлик это наш duck station тут смотрите он пишет что вышло обновление ну давайте download и install сейчас скачивается и его по идее надо закрыть закрыть и тогда он обновится не хочет обновляться почему-то при открытом эмуляторе вот обновился у нас эмулятор сразу видите тут в прямом эфире получается ну значит и у вас будет то же самое то есть надо закрыть эмулятор запомните канал он вам предложит обновиться сейчас давайте наверное я пока его закрою нам надо с вами этот ярлык на рабочий стол вывести зажал правую кнопку и перетащил на рабочий стол все отпустил правую кнопку вылез списочек создать ярлык ну можно просто оставить название duck station вот так вот за всяких этих проверяем запустится он у нас с него или нет да запускается все хорошо теперь собственно первая часть видео как бы завершена да мы его самое главное с вами скачали вот далее он у нас прописался так опять же его пока закрою он у нас теперь появился не там куда мы его скачали он после установки вот здесь появляется вот видите в документах на диске c вот так station папка и вот именно с этой папке он как бы будет ну собственно говоря работать да мы сейчас с вами bios и должны будем накидать ему здесь будут храниться memory карточки ну и в общем все прочее какие-то quick save и давайте тогда сразу bios и ему скачаем так 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 открываем снова наш браузер и bios и я качаю с вот саму лэнда вот видите mln . нет здесь тогда нам нужно зайти до консоли вот консоли раздел и ищем sony playstation вот sony playstation значит так и нам нужны bios и вот они bios и ну и здесь bios естественно представлены всех регионов вот с буквой е вот здесь это европейские дальше идут с буквой j это japan соответственно японские и буквой ю это mpc ю си то есть американский я вам советую по парочке скачать не надо все прям выкачивать отсюда они вам все равно все вряд ли понадобятся ну парочку можно скачать вот например какой-нибудь более старый bios можно вот давайте его скачаем качать советую сразу в ту папку собственно куда вот которую он показал в документах да где после установки прописался наш дак стейшн документы дак стейшн папка bios и сюда закину можете и в другое место потом там разархивирует пишу они архивированные качаются но потом все равно придется вручную запихивать их в ту папку ну и еще допустим европейский какой-нибудь давайте более свежий вот 97 года совсем свежак до девяносто седьмой год вот он был буквально вчера так сохраняем теперь давайте японский чё там тоже какой-нибудь старенький девяносто пятого года на качнем и тоже более свежий japan 97 примерно самое так ну и американский американских что-то тут меньше всего представлены вот кстати самый распространенный это наверно тысячный а он что-то какой-то это биты видите размер его ладно давайте тогда вот этот девяносто шестого года вообще свежак так и еще это аж двухтысячного вот так это же американский да давайте его качнем так все скачано 6 bios of соответственно у нас есть так вот она папка документов видите так стейшн заходим сюда естественно обязательно их надо за разархивировать чтобы он увидел иначе здесь можно ну точнее не можно нужно извлечь в текущую папку то есть чтобы он без дополнительной папки прям сюда вот текущую папку извлекаем попить он появился это мы европейский дан давайте японский какой-нибудь разорхивируем и американский да хотя собственно их можно все разархивировать так так японский тоже он сам если что будет выбирать нужный то есть так стейшн умеет ну соображает лучше так вот это да весь учет еще вот этот американский все все у нас разархивировано далее здесь пока принципе все дальше нам нужен сам так стейшн вот у нас запустился наш дак стейшн теперь нам нужно настройках изменить язык по умолчанию принципе тут есть много языков так language меняем на турецкий да можно китайский да нет ставим естественно русский так вот он у нас перезапустился все теперь нам надо его собственно говоря настроить так настройки настройки которые по сути на саму игру мало чем влияют да это такие внешние настройки для какого-то вашего удобства поэтому я в них углубляться не буду то есть меня здесь все устраивает вот если хотите просто галочки эти также как у меня выставьте вот будет все также ну хотя это по умолчанию единственная вот может быть дискорд ставлю так дальше идем bios и собственно bios и да здесь можно самому проставить да ну то есть это вот япония как я вам говорил сша и европа австралия то есть можно вручную указать какие-то но он также все авто определяет поэтому можно ничего не ставить дальше у нас идет каталог bios а это вот собственно куда мы с вами эти самые bios и закинули можете если у вас есть эмулятор епс иксе можно было вообще не качать эти bios и изначально у вас в епс иксе лежат bios и ну по любому раз и на нем играли можете здесь папку указать прям внутри епс икса он будет оттуда их подгружать эти bios и тут как бы тоже разница особой нету быстрая загрузка это без ну без экрана вот этого playstation sony там и прочее здесь тоже все вставляем без изменений так регион опять же он авто определяет какой регион игру вы в него запихаете дальше что нам уже здесь нужно поставить галочку это включить 8 мегабайтной добавку вот эту оперативной памяти консоль разработчика то есть на приставках playstation для разработчиков она была мощнее было дополнительная оперативка вот мы это ставим и тогда появится у нас возможность некие опции там тоже использовать вот в общем ставим здесь галочку дальше это у нас тут разгон вот здесь значит можно немножко разгонять до галочку то есть если поставить да вот он нам предупреждение говорит что могут появляться какие-то ошибки ну да мы с этим соглашаемся и можно здесь тогда увеличивать но опять же не сильно вот потому что если увеличивать прям куда-то очень сильно ну то есть на это процессор playstation не был способен он тупо будет крашиться во всех играх но где-то там до 40 45 мегагерц в принципе можно под разгонять и в играх это будет ну до определенной степени если у вас совсем прям тормозит это будет до положительно сказываться ну я убираю пока это положу так асинхронное опережение но я тоже здесь если честно ничего не меняю дальше я тоже здесь ничего не меняю но это отдельно можно какие-то патчи на игры скачивать и наверное он как-то будет автоматически их применять если честно не знаю не знаю эта настройка для мульти этапа сразу несколько джойстиков подключать но у нас его нету эмуляция скорость стимуляции это тоже тут все зависит от региона опять же это она собственно да это разгон вот этот именно параметр если здесь увеличивать вот он будет влиять очень сильно на то как сама игра непосредственно будет у вас идти либо это будет ускорение игры либо замедление если вы прям будете уменьшать его допустим на фпс будет сильно сказываться и игра будет некорректно отображаться дальше идем вот этот параметр он уже достаточно важен здесь мы эмулятору покажем где у нас лежат игры добавляем значит папку ну вы ему укажете где у вас лежат игры я соответственно у меня в двух папках на двух дисках я щас ему сразу две папки и укажу игрухе ps1 вот здесь то есть достаточно просто показать ему папку с играми сразу вот мой путь да и здесь вот видите у меня игре какие-то лежат вот выбор папки делаю так что спрашивать сканировать под каталоги да давай вот собственно говоря появилась надпись вот видите здесь в самом эмуляторе появились сразу игр колин макрейг у манн конкур гран туризм и прочее даже вон оценки есть и он сразу выставляет соответственно регион давить автоматически как я вам говорил определяет так и давайте я ему еще одну добавлю папочку на другом диске это на диске игрухе ps1 еще больше да также рекурсивно так стало еще больше каталогов да вот кинг силы добавились металл гир солид нету спит хорошо фильтр ну практически готов он к работе единственно осталось графон до увеличить ну здесь настройка клавиш горячих клавиши ну если честно я ими не пользуюсь поэтому единственная аль шифтом пользуюсь это полноэкранный режим делать и все поэтому если хотите назначить и диски горячих клавиш дальше идем в настройки контроллера я значит играю на джойстике как вы знаете от playstation 4 соответственно dualshock 4 подключу я его прямо сейчас вот знаю сейчас подцепит он его сразу не перезагружая эмулятор давайте-ка посмотрим я самому если честно интересно ну и настраиваем вот кнопки вверх да здесь надо выбрать еще он у нас будет вот видите аналоги контроллер dualshock да сразу появились оси видите ну соответственно два порта здесь можно настроить ну здесь по умолчанию нету контроллера но вы можете поставить давайте вверх а да видеть все хорошо вниз лево право select start так угольник круг квадрат ловите он кнопки r2 и l2 видит даже не как кнопки а именно то что у них есть ось то есть они же у нас с вами на dualshock 4 но есть некая ось по которой клавиша ходит да то есть у нее есть некий ход меньше больше можно нажимать и он видит это на клуб l3 у нас нажать на левый стих так 8 так левый x так то же самое направо x ну и собственно все принудительно нам режим при сбросе но это можно галочку поставить и у вас сразу будет в аналоговом режиме всегда ну не знаю я не ставлю это и эту кнопку я тоже не ставлю галочку у меня по сути он так это вибрация все здесь мы с вами закончили ну можете сохранить этот профиль но знаю я не сохраняю он и так все запоминает зачем это для нужно для того чтобы на профиль этот сохранили например у вас слетел так station потому чтобы опять эти кнопки не переназначать ну побыстром загрузили этот профиль либо вы настроили как-то у вас несколько пресетов будет ну вот знаю там некоторые у нас люди на канале используют l2 r2 для газ тормоза вот для них может быть полезно я же этим не пользуюсь дальше переходим в карты памяти вот здесь тоже интересно видите он здесь может создавать под каждую игру duckstation то есть не так как на епс иксе а отдельную карту для каждой игры создавать он использует другое расширение для карт памяти и просто закинуть memory карточки с епс иксе у вас не получится для этого вот есть такой редактор карт здесь и мы можем например создать новую карту вот кнопка да опять же выбрать где она сохранится ну давайте так вот где он у нас так station нам карт да вот здесь название выберем ли мы games по идее вот сохранилась эта карта памяти теперь можно выбрать другую карту памяти здесь например из вашего епс иксе да так заказчики пас план где у меня и пасексе так вот и заходим здесь в карте и выбираем так что нам выбрать что нам выбрать gt2 как например по идее еще и сайлент хилл должен быть так вот открылась значит это мэмори карточка чего у меня тут сохранено сайлент хилл дина кризис а это видимо 8 мпс поршен лишь и крэш на он даже видите удаленный каким-то образом файл видит то есть king's field я удалил с этой мэмори карточки но он видит его так и давайте теперь значит с этой карточки ну например вот с high stakes мы перенесем на вот эту вновь созданную да то есть выбираем нужный нам файл и вот так вот бац нажимаем вот видите он уже появился здесь с high stakes можно еще сюда забабахать сайлент хилл например чик хотя мне не очень понятно с карточки я называл сам и gt2 кап тут написано что с эвиков gt2 нету закрываем это меню это очень важная кстати вещь вот была хорошо что он это умеет делать так ну и значит у нас вот эти две настройки отображения и улучшения такие основные ради чего собственно все это затевалось да то есть это у нас графон next геновый сейчас будем делать и чем хорош так station что можно прям напрямую увидеть отображение того как будет меняться картинка поэтому мы с вами сейчас пока закроем эти настройки и включим игру и будем на примере картинки уже прям видеть непосредственно изменения вот так что сейчас наверно загрузим gran turismo наш с вами любимую и будем на ней экспериментировать так ну что запускаем gran turismo 2 и у нас американская версия да кстати еще одна фишка такая небольшая вот если отсюда запускать игры то ну он в общем видит все кроме модифицированной нашей gran turismo 2 плюс то есть вот это аркадный диск американской версии gran turismo mode карьеру он не видит потому что она модифицированная и это не значит что он ее не запускает мы же с вами играем но единственное что надо запускать через вот файл на плюсовская версия вот она открыть вот видите он автоматически создал сэвик так я наверно громкость уменьшу потому что не так уменьшено хорошо запомнил ком он по умолчанию очень громко кричит дэкстейшн его прям надо уменьшать звук так джойстик мы с вами уже настроили соответственно все должно быть хорошо сейчас загрузится сама игруха в общем смотрите настройки видео я подбирал именно под gran turismo вот можно уже запаузить наверное и начать настройки смотрите значит заходим опять же настройки отображение первым делом ставим здесь директ 12 аппаратный ну так как у меня карта поддерживает соответственно поэтому я оставлю 12 на нем производительность лучше на многоядерных процессорах так адаптер здесь желательно свой поставить но это видеокарту пусть я ставлю свою gtx 1060 полноэкранный режим без границ ну то есть он будет черные области обрезать если вот так поставить тут куча разрешений так дальше здесь мы галочки не трогаем оставляем все по умолчанию либо если вдруг они у вас стоят убираем вот так все здесь было соотношение сторон выставляем 16 на 9 ну монитор так как у нас 16 на 9 сейчас картинка по идее растянулась но это все потом исправиться далее так режим обрезки то есть обрезать он будет как я уже сказал только не рабочую область экрана то есть все будет в притычок десемплинг здесь ставим адаптивный сохранять 3d гладкая 2d ну то есть чтобы адаптировался дальше вот здесь мы ставим нужно галочку растянуть для заполнения картинка у нас еще более стала такая растянута вверх немножко все справится дальше это то что вам может эмулятор на экране показывать здесь сами уже смотрите чего вам нужна какая информация вот например ну я ставлю обычно так чистоту кадров игры вот вот смотрите нас появится в правом верхнем углу бац 30 кадров на у нас какие-то кнопки контроллера можете поставить ну то есть не знаю для чего это может вам это интересно разрешение можно поставить да вот он сейчас показывает внутри игровое разрешение видите всего лишь 318 на 224 то есть очень маленькая принципе она полезна знать для того какое в игре разрешение было нативное изначально и да ну скоро стимуляции в общем я обычно ставлю вот мне интересен только частота кадров ну и в принципе разрешение можно поставить здесь на этой вкладке принципе все идем в улучшение первое здесь то что мы видим это масштаб внутреннего разрешения то есть вот это разрешение сейчас у нас будет меняться тут сами экспериментируйте какое вам разрешение поставить какое разрешение у вас комп ваш потянет если у вас мощный компьютер современный конечно может там побольше эти выставлять значение я же себе вот ставлю x5 для меня это наиболее лучше это full hd станет у нас соответственно вполне себе картинка становится гораздо лучше это full hd вот видите сразу картинка насколько стала четче дальше у нас идет фильтрация текстур здесь тоже скорее на ваше усмотрение то есть смотрите если фильтрацию не ставить это вот ближайший сосед здесь то вот эти надписи да какие-то и смешение текстур ну то есть границы текстур будут четкими но достаточно угловатыми ну вот давайте поставлю ну даже белинейный уже будет по идее заметно сразу здесь видите уже достаточно жесткая настройка подольше вот видите замылилась как бы такое цифры стали чуть чуть более гладкими но края сгладились да то есть как бы он смазывает если поставить еще больше это будет еще заметнее то есть она как бы с одной стороны лучше угловатости пропадают но вот это вот мыльцо каждому свое общем смотрите на свое усмотрение я вам просто объяснил что обозначает вот это дальше просто тыркайте разные варианты и смотрите какой вам красивее лучше нравится так далее значит у нас надо поставить вот эту галочку опять же вот эта настройка да она немножко по идее цвет должна улучшать сейчас вот ее поставим ну и сейчас мы переходим к самому вкусному ради чего собственно говоря все это затевалось главная и вкусная фишка собственно говоря эмулятора дак стейшн он может корректировку геометрии делать по z оси именно этим он и хорош плей стейшн некорректно определяла по дальности да вот текстуры их отображение оставила их неправильно иногда вот поэтому текстуры плавают если играть даже на эмуляторе psx я этот же дак стейшн может это исправлять вот значит ставим галочку вот здесь коррекция геометрии галочки вот коррекция текстур это оно и есть еще надо нам поставить галочку вот здесь то есть он тогда мерцать там перестают тоже текстуры принципе с настройкой именно графической самого эмулятора все но если оставить все вот так как есть все равно будут баги и кое-где картинка будет растягиваться по вертикали то короче по горизонтали мы сейчас с вами зайдем ну в 4 так называемый то есть так стейшн тоже 4 сразу есть у него соответственно с графика непосредственно в эмуляторе мы закончили мы еще сюда вернемся в эту настройку у нас еще остались тут парочка вкусных пунктов но это уже будет как бы послесловие скажем так ладно пока закрываем это дело и идем в чит коды открываем его менеджер читов уверен что хотите продолжить да конечно же вот он выкатил нам список чит кодов в общем на сразу же скажу чит коды в основном в основном не везде но в основном и их больше на американских версиях игр используются то есть под американки точились чит коды в основном есть и на европейку но их гораздо меньше на японку тоже есть но тоже их очень мало так где тут вот метрические использовать юниты вот смотрите сейчас вот здесь вот видите мили у нас в час в галочку ставлю раз видите сразу чуть километры в час все у нас соответственно килограммы внутри игры будут и километры все что касается американских систем измерения они изменятся на европейский поэтому тут как бы с американской версии проблем не должно быть ставите вот этот чит и все как бы хорошо далее мы ставим опцию white screen 16 на 9 option better graphics то есть улучшает графон именно для 16 на 9 мониторов как вы знаете изначально он был 4 на 3 и соответственно кое-где будут баги если просто поставить но вот с этим читом будет лучше растянем и и ставим 16 на 9 white screen 2.0 вот кстати есть на 60 fps тоже смотрите сами можете попробовать да то есть чит код он разблочивает 60 fps в игре мне этот чит не нравится тем что управление но все равно остается 30 кадровым и и управлять машиной становится немного сложнее ты как бы делаешь какие-то движения а игра их не все фиксирует соответственно провалки какие-то появляются в управлении машиной мне это не понравилось я поэтому не использую ну можете сами поэкспериментировать может вам будет нормально и вы будете его использовать дальше смотрите вот этот чит используем это full и full level лодов но это задников и и а и cars ну то есть ботов да и вот как раз для этой опции видите нужно в скобочках написано needs 8 мегабайт ram enable вот в самом начале помните мы там ставили галочку кем грилл разблочивает дополнительные 8 мегабайт как для разработчиков вот ставим эту значит галочку и у нас машинки ботов они будут всегда вот такими если вы помните замечали в гран туризма у нас если машина от тебя отъезжает ну так по примеркам внутриигровым ну метров на 50 и и моделька заменяется на очень низкополигональный то есть такой кубик становится просто с прорисованными фарками там стеклами и прочее сейчас же будут полностью детализированные машины всегда но это просаживает fps будьте тоже аккуратны то есть у вас может просесть fps и слегка слабый может не вытягивать это вот давайте вот эту галочку поставим это как раз тоже увеличивает буфер на 8 мегабайт для использования полигонов буферизация полигонов тоже но тоже просадка будет fps ам тоже вот все вот эти навороты и те которые мы использовали там от настройках это конечно все отображается на производительность так что тоже аккуратно значит смотрите я не все читы использую здесь дальше тут есть разные внутриигровые 4 ну то есть они уже на геймплей влияют то есть это можно тут золотые лицензии получать там какие-то сразу кучу бабок до машины там в общем это я вам говорю я это не люблю это никогда не использую кто захочет кому нравится те сами поэкспериментируйте здесь вот все трассы тут открывать раллийные дорожные там и прочее все это тут есть но это аркадного диска касается принципе здесь все вот с такими настройками у вас гран-туризма 2 должна именно плюсовая версия она должна работать хорошо давайте вот проверим а закрываем это дело я делаю полный экран и мы с вами проедемся гоночку потом зайдем 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 куда мы с вами вот видите насколько картинка преобразилась по сравнению с тем что мы в начале игру включили да все было пикселявая все было мелкое такое какое-то дрожало прибежала вот сейчас собственно у нас картинка вот точно такая стала опять же таки как мы с вами проходили когда у меня на теле моста вот давайте на реплее я вам и покажу этот эффект сейчас мы так как будто я еду снова ставим паузу я вам сейчас этот буфер включу и вы сами вот на большой картинке увидите для себя что открывается настройки снова заходим и вот сюда у нас допустим били ней надо поставлю вот видите меньше пикселя вости стало буквах в принципе с били линейка еще можно у тебя груби линейку я иногда ставлю она немножечко так замыливается всем чуть-чуть но как бы надпись становится немножко глаже но картинку это не так сильно замылить но даже по машине уже видно что вот где стекло переходит как бы в металл да вот крыша и у где багажник какая-то вот не знаю замыленность появилась и общая уже заметно замыленной картинки разобрались принципе практически совсем сейчас видите здесь машина тоже хорошо отображается и здесь вот тоже помните здесь у нас были проблемы тут у нас машина выше была чем нужно а а вот с этими настройками вот даже здесь она отображается все хорошо и красиво я же сейчас хочу вам еще некоторые фишки показать так стейшена а именно это ачивменты вы вот многие видели наверное в моем прохождении у а че это ачивки вот там спрашивали да сюда можно подключить ачивки тоже надо немножко подзаморочиться но ничего сложного абсолютно нету для этого нам надо зайти опять открыть наш браузер вот ретро ачивмент вот смотрите сайт вот этот ретро ачивмент точка орк чтобы у вас ачивки появились в дак стейшене вам обязательно нужно зарегаться на этом сайте соответственно заходите сюда и вот тут есть create new аккаунт надо зарегистрироваться я перед тем как начинать прохождение гран туризма 2 на дак стейшене это сделал зарегистрируетесь все вам соответственно там на почту придет письмо подтверждающая вашу эту почту естественно что мы делаем обратно заходим в настройки видите тут вот достижение есть не авторизован соответственно нажимаем авторизация и здесь он влазит окошко здесь нужно ввести ваш логин и пароль вот с ретро ачивмента который вы используете я ввожу свое он сейчас найдет через интернет подхватит подконнектится и все будет хорошо вот видите имя пользователя скудер токен входа там трали-вали можно отсюда прям просмотреть профиль ваш вот он опять открывает ретро ачивки вот игра у нас гран туризма 2 он на нее открывает соответственно вот это мой прогресс как бы в ачивках да вот такие дела опять же говорю американские версии используйте повторю чтобы ачивки были точно у вас используйте американские версии галочку еще обязательно надо включить вот да включить достижение так ну чё тут у нас остался звук в звуке в принципе я ничего не меняю единственное можно размер буфера там чуть-чуть увеличить если у вас где-то какие-то косяки со звуком будет duckstation очень громкий можно смело вот даже на 50 ставить громкость здесь и все будет тогда более менее получше так ну и последняя вкладка дополнительно у нас осталось здесь тоже есть несколько настроек влияющих на графику самое главное это вот сглаживание то есть в этом эмуляторе тоже есть сглаживание много разных то есть чем ниже параметр вот этот тем сглаживание будет четче и больше да самое главное ребята не перебарщивать и это все влияет каждый из этих настроек влияет на вашу производительность компьютера и эмулятора в целом поэтому внимательно выбирайте параметры смотрите как у вас идет игра при этом не тормозит ли и соответственно этого выбирайте настройки у меня в принципе вытягивает вот 8x тут есть 32x да вот ss а а но она не работает то есть при установке этого параметра все равно будет ставится 8x видимо какой-то косяк может быть в эмуляторе ну далее здесь можно какие-то галочки ставить это больше относится ну вот например показать настройки улучшения это вот будет показываться что у вас включено сейчас вот в параметре улучшения да ну если оно вам надо включайте опять же не все я знаю за что отвечают здесь параметры ну вот то что знаю я вам показал совсем в дебри я здесь не леску с наша задача в принципе не разобрать по косточкам от эмулятора сделать так чтобы он был играбельный и картинка была сносной и красивой плюс соответственно вашему как бы вашей мощности компьютера задача основная поэтому я беру смотрите параметры все не надо выкручивать на максимум смотрите как у вас реагирует на них ваш собственный компьютер вот этот параметр сглаживания его как раз можно использовать с ой где у нас вот с фильтрации текстур да тоже поэкспериментировать фильтрацию тоже не ставьте там бездумно на самую полную вот эту вот так что еще хотел сказать вот есть пункт постобработка здесь можно включать некие эффекты вот у нас есть опять же нужно поставить галочку сначала в чем фишка у меня этот пункт почему-то не работает то есть я даже не смог проверить что это значит ну тут эффекты я не думаю даже если бы они работали что они были бы применимы вот допустим сел шейдинг да вот я вижу по названию то есть это эффект давала бы такой некой рисованные картинки ну как бы она прикольно может поиграть тоже гранд туризма с таким эффектом но большого практического смысла в этом нету поэтому не знаю тут гамма да дальше яркость и прочее я не думаю что эти наверно параметры были бы применимы но вы напишите в комментариях если у кого-то из вас эти шейдеры заработают постобработки то подпишитесь в комментариях внизу что это дает и как вы их собственно говоря включили вот пишет так же как вы ни черта в нем не понимал еще ну где-то два месяца назад может полтора но посидел потыркал просто надо время да и желание потыркал разобрался и вот настроил для себя гранд туризма 2 с этими же настройками я вам тоже в трансляциях говорил что многие игры работают то есть если под епс xe надо было что-то там мутить под каждую игру что-то перенастраивать здесь вот с этими настройками у меня все игры которые у меня есть они работают давайте я вам это продемонстрирую так давайте гранд туризма выключим ну и что-нибудь загрузим я не знаю command and conquer red alert давайте за наших советов поиграем примерно вот видите достижения загружаются то есть под cnc тоже есть давайте я на полный экран сделаю вон какая четкая эмблема playstation вот видите red alert загрузился пока что ноль достижений это как вы понимаете чисто двухмерная игра можно тогда в микшере чуть-чуть погромче сделать внутри самого эмулятора постарайтесь настроиться 40 дайте мне свои расчеты сейчас же сейчас мы быстренько в игру зайдем так ну собственно так какая-то миссия у нас уже есть готов вас понял так а у нас строить нельзя в этой миссии ничего да нам даны здесь только эти так ну в общем сами видите что все все очень неплохо но говорю для для двухмерных игр там есть свои настройки сейчас немножко выйдем давайте так так настройки так улучшение да для именно 2d игр так ну вот можно вот это вот включать для двухмерных игр все-таки платформера у нас есть на ps1 да кому это нужно именно двухмерные я имею ввиду фильтрацию опять же можно включать для таких игр в принципе она тоже улучшит тогда на 2d играх она ну как бы лучше отображается то есть тут видите даже вот я фильтрацию включил уже картинка гораздо глаже стала давайте вот любимый мой Need for Speed High Stakes опять же вот видите US американская версия так я вот теряюсь даже что запускать давайте попробуем это ах это вот ачивки подгрузились для High Stakes пожалуйста так да это русская версия RGR я говорю для EPSXE для High Stakes мне бы уже пришлось что-то менять у нас в настройках а здесь как бы все работает единственное чем High Stakes отличается это тем что вот здесь фильтрацию можно использовать здесь что-то пиксели прям настолько крупные и огромные что если фильтрацию вообще отключить ну немножко прям глаза так будет резать так давайте что-нибудь зайдем в саму гонку вот давайте в гонке посмотрим как оно все это дело выглядит ну и видите все загрузочные экраны все отображается на EPSXE тоже это могло не отображаться то есть там ну он старее старее гораздо видать движок там уже совсем не тот вот тоже опять же особенно это видно по окружению насколько оно четче здесь чем версии ну я уж не говорю про PlayStation 1 оригинальную я даже про EPSXE то есть текстуры не плавают никуда не убегают то есть ландшафт видите абсолютно четкий я сейчас не говорю про опять же эффект про прогружание впереди там деревьев там не знаю того же ландшафта ну это извините это первая сонька этой особенности движка но там где все видно там в общем все прям хорошо и четко отображается без каких-либо проблем доезжать мы гонку не будем давайте выключим ну и еще какую-нибудь игру я вам уже докажу вот видите уже там какая третья игра сейчас будет четвертая делаю Vigilant 8 запускал вот он в принципе он тоже самое хорошо гоняется на этих настройках никаких проблем тоже опять же ведь американская версия то есть в детстве я всегда играл без музыки никогда не слышал музыку внутри заездов прямо гораздо лучше конечно он справляется с с многими играми слышите? от этого я никогда не слышал Влада не знаю не знаю не знаю но опять я забыл мощные удары подглядывать в шпаргалку в общем тоже видите что графон четкий все хорошо все играется даже лучше чем она опять же будет будет не знаю опять же будет не помню это забыл лайки стрелять ну 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 вот такие дела в общем соответственно соответственно и со второй частью я думаю никаких проблем не будет это я динокризис запускал тоже все хорошо отлично шикарно начальная заставка там вообще смотрится там луна впервые не дрожит ё-моё показывает и все все четенько все прям огонь вот друча пуча это кто вообще у меня хоть эта версия загрузится нет загружается и вы сами видите что как бы я вообще настройки не меняю то есть вот как я изначально вам показал все мы настроили да под гран туризма опять же таки так эти все настройки работают нормально и на других играх может быть в них можно я говорю сделать графон получше можно возможно это даже не требуется потому что ну в епс xe были именно проблемы какие то да то есть ты играешь в одну игру запускаешь на этих же настройках другую игру и она у тебя некорректно работает где то что то не отображается где то какие то текстуры криво там косо а здесь это на вот этих настройках все игры работают вопрос в том что можно ли сделать под каждую конкретную игру настройки получше да наверное но это не требуется достаточно его один раз настроить вот как то хорошо под свою скажем так любимую игру которую вы хотите играть больше всего ну и все другие будут так же работать о видите луна какая луна она не дрожит текстуры сетки тоже хороши вон ничего не мерцает не дрожит никуда не убегает все хорошо так что в общем мой выбор дакстейшн со всей силы и вам рекомендую использовать теперь дакстейшн я думаю все на этом вроде бы я все что хотел сказал да видео конечно получилось долгим и длинным но я его разделю будут таймкоды под этим роликом если кому то что то одно нужно вот туда заходите в эти таймкоды и смотрите что то конкретное зато полное ну насколько мог вот все рассказал все что знал о нем крайне мере гран туризма у вас сейчас должно катать в идеальном состоянии фактически я говорю next gen так что надеюсь что вам видео понравилось было полезным ставьте лайкосики пожалуйста под видосом задавайте свои вопросы под этим видео если какие то может у вас будут проблемы или еще что то возникнут вопросы какие то задавайте постараюсь на все что знаю ответить буду рад как бы общению под видосом ну все за сим откланиваюсь с вами был как всегда скудер канал ни слова об играх и увидимся в следующих роликах и телемостах всем пока пока с кем же не стажали с кем же не стажали